У агрогородку Будзилова Бешанковицкого района закрывают школу. С 1 вересня Кораневская детячая сад базовая школа будет реорганизованная. Своё решение мясцовой улады тлумачить с тем, что наполняльность класса у что год снижается. А расходы на научание одного учня перевышают нормативно-бюджетное финансование в три раза. Месячцы спробуют отстоять школу, я неуполнены. Без школы, увезки, нема, будучи не. Усе за и супрать, выслухала Инна Кирыенкова. За маль паустагодзя своего исновання Кораневская школа выхавала не одно поколение знакомитых земляков, талиновитых и поважанных людей. Сирот их и белорусский державный деж, полномоцный и надзвычайный посол Республики Беларусь у Азербайджане, был издержавный секретарь Совета Беспеки Андрей Раукоу. Долгий час яна служила культурно-осветницким центром старожитной вёски Будзилова. Тому на вину об закрытии родной альмаматор наставники, вучни и их батьки успрыняли вельми болюча. Для меня она просторная, родная, классы тут хорошие, больно расставаться. Столько было души, столько было любви, столько было сил затрачено всеми, буквально всеми педагогами. В каждый уголок, в каждый класс, в каждый, в каждый, даже клочок земли вокруг школы. Ну, потому что всё это делалось с огромной любовью, и нам, ну, очень больно, что... Особенно тем, вот, например, я живу здесь в Будзилове, да, и я не представляю себе первое сентября, когда все дети будут ехать на школьных автобусах, а моя школа будет стоять пустая. Мы все переживаем, школа у нас хорошая, светлая, просторные классы. Хотелось бы её сохранить, потому что создавалась она с трудом, с любовью, многие годы. У нас очень много многодетных семей, которые здесь строят дома. Есть семьи, которые приехали из Витебска, и тоже надеялись на то, что они здесь, дети, будут ходить в садик, будут учиться. В 2008 году в рамках программы «Будовничество агрогородка» значные сроки были укладены у реконструкцию школы. Она набила сучасный внешний выгляд, обновились классы, майстерни, харчовый блок, было закуплено новое обсталявание и мебли. Сегодня это одна со школы района, материально-техническая база которой полностью отвечает потребованиям часу. Тем не менее, тут усяго 34 учени, их количество постоянно снижается. Утримание такой школы стало неподъемной ношей для бюджету. Нормативное бюджетное финансирование. Оно в среднем составляет на доучащихся 4039 рублей. Для этой школы оно составляет 15675 рублей. Следующий момент. Наполняемость классов самого учреждения. В школе обучается 34 учащихся. При этом средняя наполняемость классов составляет 4,25. В 8-4 классе обучается по 2 человека. В 5 классе вообще нет. Финансовый бок – серьезный аргумент. Педагоги и батьки доброразумеют это. Однако звертают увагу еще на один немаловажный аспект – духовный. Школа увезцы – это житие. И ее закрыть – это трагедия для местеча. Обидно только не в том, что денег не хватает в данном случае на образование, а в том, что умирает последний очаг культуры в деревне. Потому что школа – это основная база. Не будет школы, не будет детских голосов. Здесь со временем закроется все. На территории нашего сельского сельского совета – это последняя школа, которая существует. Действительно, на содержание школы, детей, учителей идет очень много средств. И это все понятно. Но, тем не менее, надо искать возможность. Не искать возможность закрыть школу, а искать возможность сохранить. Мы просто очень болезненно воспринимаем, что она будет стоять и рушиться на наших глазах. Понимаете? То есть очень больно смотреть на то, что вот она будет разрушаться на наших глазах. У агрогородка Будзилова проживая больше за 200 человек. Сирот их и шмадзетные семьи, которые хотят, чтобы их дети учились дома, были зауседы на вачах. Тем не менее, отсутность вытворчих объектов и махчимости праца уладкования, не позволяя везцы прорастать молодыми семьями. А значит, в учнях у школы будет все меньше. Инна Кириенкова, Станислав Дудин. Новины. Бешанковицкий район.